Клиенты Татьяны Рудик не говорят ей о предпочтениях в стрижке или покраске, никогда ее не похвалят и не оставят чаевых. Модели кусают мастера практически каждый день. Но никогда не отобьют желание поменять профессию грумера, ведь эта мечта появилась у брещанки еще в детстве. Мне просто родители не разрешали заводить собаку. Очень-очень долго. И у меня в 19 лет появилась первая собака. Вообще я по образованию педагог. В школе я никогда не работала. Мировая история художественной культуры. В общем-то история. Стремление к красивому оно было всегда. Потом я работала, занималась своими собачками, занималась чужими. Мы готовили собак на выставке. Вот такое хобби было. И из этого уже потом появилась профессия. За 10 лет работы Татьяна создала новый образ даже не сотням, а тысячам животных. Самые частые клиенты – это собаки разных пород и полярных характеров. Почти все животные на первом сеансе с опаской относятся к действиям стилиста. Но и в этом деле у грумера есть свои секреты. Грумер – это скорее не парикмахер, а зоопсихолог. И если мастер не знает анатомию животного и не сможет войти к нему в доверие, то вряд ли из этого что-то получится. А такие спокойные собаки, как Ляля, это скорее исключение из правила. Главная задача грумера – сделать животное красивым отнюдь не в целях гламура. Гиена и эстетика стоят на первом месте. И если эта цель достигнута и у хозяев есть желание сделать своего питомца необычным, Татьяна готова воплотить их мечты в жизнь. Например, собака белого окраса может за несколько часов превратиться в самого настоящего енота. Кстати, краска для животных абсолютно безвредна. Мы когда себя расчесываем расческой, мы же себя больно не делаем. Для собак отдельные инструменты есть. Они специально предназначены очень часто для каждой породы собак. Свои отдельные расчески. Вот глину шерсти мы подбираем. Красители эти прямого пигмента. В общем-то, появились они у нас, наверное, лет 5-6 назад. Это были краски из Таиланда и из Японии. В общем-то, у них груминг развит очень давно и очень широко, поэтому у них появились новинки. Они создали эти краски на растительных компонентах без содержания аммиака. Соответственно, никаких токсичных веществ там нет. На вопрос, а зачем это нужно животным, у грумера всегда есть ответ. А зачем это нужно человеку? Все мы любим восхищенные взгляды и комплименты. Животные не исключение. Собака реагирует на эмоции человека. И если собака видит, что ой, какая красивая собака, ой, какой у нее зеленый интересный хвостик, она просто видит положительную реакцию на нее на саму. Есть у брестского грумера и любимые клиенты. К примеру, королевскому пуделю по кличке Ляля почти 5 лет. Первый поход в салон у нее случился в 2 месяца. Сегодня она сама с большим удовольствием прыгает на парикмахерский стол и от первой до последней минуты процедур стоит неподвижно. Кстати, совсем недавно Ляля попала на обложку профессионального журнала для грумеров. Она помогла принести победные места в двух номинациях на недавно прошедшем в столице международном конкурсе «Санта-груминг». В планах Татьяны Ротик еще больше конкурсов и еще больше побед. А это станет возможным не только благодаря животным, но и их хозяевам. Собак люблю всех. К клиентам вообще нет никаких вопросов. Очень хочется попросить их хозяев, чтобы они их любили так же, как мы. Потому что очень часто их просто запускают, забывают и потом приезжают к нам и готовят спасить и помогить сделать красивую нашу собачку. Быть чуть более внимательными к своим животным и тоже, в общем-то, по-доброму учиться, ухаживать за ними. Мирослава Коваленко, Павел Малышонок, телекомпания БУК-ТВ.